Добрый день, уважаемые зрители и слушатели! Мы продолжаем наши лекции по истории России. Темой нашей сегодняшней лекции будет крещение Руси. Как известно, крестил Русь князь Владимир Святославич, за что и получил прозвище святого равноапостольного князя, князя-крестителя. Однако образ вот этого человека в нашей истории, образ достаточно спорный. Из предыдущей лекции мы с вами знаем, что неблаговидных поступков до своего крещения князь Владимир совершил много. Здесь и многоженство, здесь и изнасилование, здесь и предательское убийство собственного брата. Все изменилось после того, как на Владимира снизошла благодать Божия, и он крестился сам и крестил Русь. Вот такую трактовку образа великого князя нам предлагает официальная церковная история. Но как бы ни относиться и к церкви, и к религии вообще, нельзя не сказать, что крещение Руси это было событие огромной исторической важности, вне всяких сомнений. Поэтому о нем мы считаем необходимым сделать отдельную лекцию. Несмотря на то, что крестителем Руси считают именно князя Владимира, еще задолго до него христианство начинает проникать на Русь. Скажем, повесть временных лет, одна из древнейших русских летописей, и самая старая из тех, которые сохранились до нашего времени, говорит о том, что первым Русь, точнее славян, крестил еще один из подвижников Иисуса Христа, знаменитый апостол Андрей, герой не менее знаменитой песни рок-группы Наутилус Помпилиус. Правда, вот эта вот легенда о крещении славян апостолом Андреем многими оспаривается и во многих источниках не находит подтверждения. С другой стороны, сегодня есть небольшое количество сторонников этой версии. Говорят о том, что крещение во время похода на Константинополь в 860 году по православному обряду приняли известные киевские князья Аскольд и Дир, впоследствии при объединении Киева и Новгорода, убитые князем Олегом. Совершенно очевидно, христианкой православного вероисповедания была княгиня Ольга, а возможно и ее внук князь Ярополк, жертва первой княжеской междоусобицы на Руси. Но не только правители так или иначе связывали себя с христианством, с христианской религией. Русь не находилась в глубокой изоляции и неоднократно, об этом говорят источники, православные и католические, восточно-христианские, западно-христианские священники, проповедники, миссионеры и епископы приезжали на Русь и вели разговоры о том, что Русь хорошо бы крестить. Немало представителей русского купечества, русского воинского сословия, совершая походы торговые или военные в Константинополь, воспринимали там христианскую культуру и христианскую религию. Поэтому можно смело говорить о том, что к моменту начала правления князя Владимира Святославича в Киеве и вообще в славянских землях Древней Руси была уже вполне себе представительная христианская община. Но так или иначе именно Владимир считается официальным крестителем Руси. В чем же причины принятия христианской религии? Ну, во-первых, надо сказать, что Владимир прекрасно понимал, религия – это мощный идеологический инструмент, который можно использовать для укрепления единства государства. Древняя Русь, созданная князьями Олегом, Игорем, Святославом, Владимиром, была государством рухлым, весьма таким непрочным, и остатки племенного сепаратизма всевозможных Радимичей, Северян, Вятичей, Кривичей, Древлян, Дреговичей и прочих тиверцев, в общем-то, имели место.